Здравствуйте! В эфире программа «Диалоги о здоровье». Тема сегодняшней передачи очень интересная и касается всех, безусловно. Это ковид и его осложнения. И у нас в гостях очень интересные собеседники. Ректор Иркутского государства медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Игорь Владимирович Малов, он же заведующий кафедрой инфекционных болезней, что наиболее важно сегодня. Директор противочумного института, доктор медицинских наук, профессор Балахонов Сергей Владимирович и заведующий ковидным отделением больницы номер 10 города Иркутска Наталья Михайловна Быкова. Здравствуйте, уважаемые гости! И давайте мы начнем эту тему, которая волнует не только всех наших телезрителей, но и весь мир, наверное. Потому что, безусловно, нет той страны, которой не коснулась бы вот этой жуткой пандемии. Игорь Владимирович, вот что мы на сегодняшний день, вы как клиницист, знаем о ковиде и чего мы не знаем? Можно как-то вот коротко сказать об этом? На самом деле, если сравнить с периодом начала эпидемии, мы сегодня знаем достаточно много. Но, тем не менее, остается достаточно большое количество вопросов, еще не решенных. Это касается как эпидемиологии, как вирусологии вируса, так и течения клинической картины. И самое главное, подбор противовирусных препаратов, эффективных на сегодняшний день. Очень коротко и емко. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. И у каждого телезрителя есть возможность позвонить в студию, задать свой вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 550 08 90. Также у нас будет интерактивное голосование на тему вакцинации. Кто привился и кто нет, все так же на экране вы сможете увидеть эти вопросы. Продолжим, Сергей Владимирович. А вот все эти пугалки, или не пугалки, про новые штаммы. Если мы, как сказал Игорь Владимирович, уже более-менее знаем за прошедший год с небольшим про ковид достаточно много. То есть появляется информация о новых штаммах. Индийские, английские, бразильские и так далее и тому подобное. И, конечно, у людей возникает вопрос, а стоит ли вообще вакцинироваться, если вот такая идет мутация, такие новые штаммы. Для чего это надо? И та пропаганда, которая идет за вакцинацию, некоторых смущает вот эта информация? Действительно, в процессе адаптации к человеческому организму вирус изменяется. И изменяется очень быстро. Даже несмотря на то, что в принципе коронавирусы, они достаточно консервативны. Имеют большой геном, порядка 30 тысяч нуклеотидов. И, тем не менее, вот такой в рамках пандемии идет интенсивный процесс изменчивости вируса. И эти линии, филогенетические, новые вируса, они имеют свои особенности. Некоторые более быстро обладают способностью к распространению, некоторые считаются более заразными. Но, тем не менее, ключевые моменты, на которых строятся вот вакцины, они остаются те же самые. Поэтому и в плане диагностики, и в плане вакцинации, известные филогенетические линии вируса, которые, кстати, у нас в Иркутской области мы определяем и детектируем уже и южноафриканские, и британские, и индийские варианты имеются. Они, тем не менее, не ускользают от защитных свойств вакцин, которые, по крайней мере, у нас применяются, и от тех диагностических препаратов, которые мы имеем. Вы знаете, интересно, я вот вам задам еще один вопрос. У нас вот сотрудник, который переболел, как он сказал, по симптомам полностью коронавирусом, с классическими потерями обоняния, вкуса, с высокой температурой и так далее и тому подобное. Однако ПЦР у него было отрицательное. Когда титры, антител проверили, очень высокое напряжение иммунитета, там 10 с чем-то. Как это можно объяснить? Вот такие непопадания диагностики в заболевания часто встречаются? Нет, в типичные сроки репродукции вируса в человеческом организме, как правило, ПЦР выявляет в 100% случаев. То есть это какой-то... Это надо разбираться в этом случае. Или неправильно взят мазок, может быть, да? Это тоже может быть. Или сроки. То есть особенности взятия материала и доставки его в лабораторию, это безусловно тоже... То есть достаточно точна диагностика на современном уровне? Поэтому там, где налажено должный режим работы лаборатории, во-первых, они не все лаборатории у нас. Мы в общей сложности 17 лабораторий в области запустили на проведение диагностических исследований на коронавирус. Потому что вообще-то это вторая группа патогенности, особо опасные патогены. Но проблем нет сейчас? Сейчас нет. Мы проверяли все новые лаборатории, которые открывались, верифицировали на течение, по крайней мере, двух-трех недель все их анализы. И когда совпадение идет, 95%, тогда им давали разрешение дальше работать. У нас звонок в студии, Людмила Ивановна. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела вопрос задать гостям. Меня, значит, интересует, почему до сих пор не создано лекарство для лечения ковида. Я слышала по новостям, что спустя год, второй год уже идет пандемия, число летальных исходов не уменьшается. Почему люди умирают? Пожалуйста, кто готов ответить? Ну, наверное, это вопрос клиницистов в большей степени, да? Я не совсем согласен с нашей слушальницей, потому что вопросы разработки медикаментов для лечения коронавирусной инфекции, они достаточно хорошо сегодня подняты. У нас есть препараты, которые действуют на вирус. Они многофакторные, они на разные звенья патогенеза и размножения вируса в клетке работают. Нужно учитывать, что абсолютного такого медикамента, который бы вирус уничтожил 100%, не существует. Вообще ни для каких вирусных инфекций. Препараты есть, они работают в лучшей степени в определенное время, лучше, когда это начало заболевания, первые дни заболевания. Есть комбинации препаратов, ими мы пользуемся. Более того, есть препараты противовирусные, которые делаются из донорской крови. Это плазма, это иммуноглобулинг. Набор, спектр таких препаратов есть, но люди погибают не от того, что нет лекарств соответствующих. Погибают от того, что приморбидный фон, точнее заболевания, на фоне которых развивается ковид, существуют достаточно тяжелые. Нарушение иммунной системы, пожилой возраст, сахарный диабет. Много других факторов, которые приводят к летальному исходу. Ну и индивидуальные какие-то реакции организма, каждый человек разный. Индивидуальная чувствительность, без сомнения. Вот такая метаморфоза интересная. Рядом со мной Наталья Михайловна. Она врач-эндокринолог, но возглавляет сейчас ковидное отделение, уже больше года. Вот, прежде чем я Наталью Михайловну спрошу, как у них там дела обстоят, я хотел бы вас как ректора уже института, университета спросить, а вот эта паника с недостатком инфекционистов, с неукомплектованностью кадрами, она прошла, но мы почему-то оставили не специалистов на их работе? Да, эта паника, как вы сказали, наверное, она была, в начале эпидемии так и было. Инфекционистов в стране не так много, в нашей области не так много. Поэтому, конечно, когда возникла массовая заболеваемость, я бы сказал, взрывная заболеваемость, ведь пришлось открыть достаточно большое количество коек в непрофильных стационарах. Они сейчас называются ковидные госпиталя. Их очень много. Сегодня часть из них вернулась к обычной жизни гражданской, так скажем. Но тем не менее. Поэтому на ВУЗ легла очень тяжелая обязанность короткое время осуществить подготовку и переподготовку медицинских кадров. Я вам должен сказать, что у нас за первые три месяца начала эпидемии, коронавирусной инфекции в Иркутске, около полутора тысяч врачей прошли очно-заочную переподготовку по ковиду. В том числе эндокринологу. Да, сейчас посмотрим, послушаем Сергей в прямом эфире. Мы слушаем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, добрый вечер. Добрый вечер. Меня псориаз не учи, сказали, что пока подождать не стоит. Я пришел, хотел, записался на прививку, а мне сказали, пока не надо. Мои врачи псориазы. И на коне это у меня псориазический артрит, или как они стоят? Мне тоже ремонтолог сказал, пока не надо. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Ну, абсолютным противопоказанием это не является для проведения вакцинации, ваше заболевание. Потому что здесь нужно учитывать стадию обострения. И когда он входит псориаз уже в стадию какой-то ремиссии или стабилизации, конечно, по эпидемиологическим показаниям нужно вакцинироваться. И здесь могут использоваться ряд дополнительных условий для проведения. Выбор вакцины, опять же, играет роль в зависимости от ее степени реактогенности. Поэтому надо контактировать со своим врачом, и абсолютным противопоказанием это не является. Да, ну вот это, кстати, вопрос очень правильный и грамотный, потому что должны быть квалифицированные врачи. А то мы призываем прививаться, а врачи начинают отговаривать, не имея достаточных знаний. Это тоже может быть. Вообще нужно в каждой ситуации разбираться индивидуально. Это требует консультации конкретного пациента. Но, Игорь Владимирович, если пациент пришел к врачу, и он ему так говорит, разбираться кто будет? Врач, без сомнения. Может быть, врач прав. А если врач не прав, то что делать пациенту? Вот-вот просто. Обратиться к другому врачу. Наталья Михайловна, расскажите, пожалуйста, нам, как у вас дела идут? Как вы в новой ипостаси для себя чувствовали? Как себя чувствуете сейчас? Как загружено ваше отделение? Какая тенденция идет по поступлению пациентов в Иркутск? Ну, вот как уже говорилось, мы больше года работаем в ковидном госпитале. Мы как раз те доктора, которых обучали университет, спасибо им большое за это, мы 36 часов в состоянии онлайн учились, давали тесты и стали эндокринологами-инфекционистами. Оригинально. Очень оригинально, потому что мы так и пишем в Историю болезни, все-таки врачи, мы же не эндокринологи. Да, мы эндокринологи. Наши пациенты, вот я вот как классифицирую всех наших пациентов по этапам. Если это первые волны, мы начали работать в мае, пациент был как бы спорадический, то есть случайный, то есть некоторые поступали, ни у кого из родственников больных, не было из родственников больных. В общем, такие вот, как бы не страшно было. И мы закончили еще через 3 месяца, и в сентябре дослабились, а в октябре начались пациенты, вот настоящие, они поехали семьями, поехали большими группами, и было действительно страшно, именно вот на них мы стали принимать препараты. Вот сказала наша слушательница, что нет противовирусных препаратов, они есть, они доступны, мы их назначаем, назначаем по схеме как положено, они помогают, я считаю. Давайте послушаем еще один звонок, потом продолжим. Да, мы слушаем вас, вы в прямом эфире, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, послушаю Московская Радина, и там, значит, говорят о том, что после прививки нельзя быть при дня. Сказала об этом подружке, она сходила к врачу, сказала к врачу, они просто катались со мной. Разрешите, пожалуйста, мой вопрос. Это абсолютно стандартная рекомендация после любой вакцинации, там, где есть место укола, подкожные инъекции, это все-таки такие вот открытые ворота, есть местное воспаление, как правило, поэтому после любой, даже после гриппа вакцинации, это место не рекомендуется вот так интенсивно подвергать мытью или посещению бани, это стандартная ситуация для вакцинации. Не мойтесь три дня, ничего не страшного. Хотя бы это место конкретно. Так, Наталья Михайловна, вот вы мне сейчас сказали до передачи, до программы, что тенденция к омоложению, да? Ну вот, я вот, если продолжаю мою мысль, да, я хочу сказать, что третья вот группа наших пациентов, которую я так условно классифицирую, раз являются пациенты более пожилого возраста, третья группа, это вот, которая с февраля примерно началась, с сопутствующей патологией, то есть они к нам поступали в основном из других больниц, вот из кардиологии, из хирургии и так далее. А вот четвертая группа, когда началась вот именно сейчас, вот в последнее время, может, с мая в июне, стали более моложе пациенты, стали вот в 40 лет, даже 30 лет поступают, и болезнь, она протекает как-то более интенсивно. То есть если раньше поступали, мы их выписывали быстрее, то сейчас вот этот вот цитокиновый шторм, он наступает чаще и быстрее. Это очень важная информация, потому что молодым людям не надо расслабляться, что все проходит так. Вот не надо, сейчас не надо уже, да. Мало того, что они могут стать источниками заражения более пожилых, тяжелых, да, пациентов, они и сами могут заболеть. А это же категория как раз, ну, наиболее такая устойчивая к идеологии вакцинации. Вот молодежь хуже вакцинируется, чем люди, которые осознанно это идет, средний, старший возраст. Поэтому, конечно, не болеют, это закономерно. Ну и мы, к сожалению, у нас рамки программы ограничены временные. Мы не можем поговорить обо всех осложнениях, а осложнения большие, по всем органам и системам. Давайте посмотрим сюжет об офтальмологических осложнениях ковида. Пожалуйста. 2020 год, как ни печально, стал годом коронавируса. Эпидемиологическая обстановка и сегодня остается напряженной. Это значит, что эпоха масок до сих пор не закончилась. Но если в начале пандемии врачи всего мира считали коронавирусную инфекцию малоизлученной, то сегодня все знают о симптомах, проявлениях, а главное, осложнениях ковид-19. О них сегодня и поговорим. Например, по статистике, около 30% пациентов, переболевших ковид-19, жаловались на дискомфорт в глазах и различные расстройства зрения. В большинстве случаев эта проблема сохранялась на протяжении до двух недель. Общая клиническая картина поражения глаз включает в себя покраснение, светобоязнь, слезотечения, рези в глазах, ощущение сухости, затуманенности, снижение остроты зрения. Чаще всего коронавирусная инфекция поражает оба глаза, и клиническая картина в глазах развивается одинаково. На протяжении всего последнего года накоплено большое количество информации, как происходит поражение глаз при коронавирусе. И в первую очередь это прямое поражение, то есть когда вирус попадает на конъюнктиву, на слизистую, и где он размножается и поражает ткани, наступает разрушение ткани. И он в свою очередь тоже является, конъюнктива уже, слизистая глаза, является тогда источником как раз распространения коронавируса. Коронавирус может поражать все ткани глаза, как конъюнктива, это слизистая роговица, внутренние оболочки глаза. И есть даже исследование, что генетические обломки самого вируса найдено в самой сетчатке. Учитывая воспалительный компонент при развитии коронавирусной инфекции, органы зрения также могут страдать от осложнений. Чаще всего пациенты обращают внимание на снижение остроты зрения, временное или постоянное. Эти изменения обусловлены сосудистыми нарушениями или воспалительным процессом. Но отсутствие лечения этого состояния может закрепить патологический процесс и впоследствии привести к стойким нарушениям. На фоне вот этих сосудистых нарушений нарушается трофика ткани. Это и роговицы, и сетчатки, и зрительного нерва. Во-первых, прогрессирование хронических заболеваний глаза. Это происходит скачкообразно. То есть человек находился у нас, допустим, на контроле, совершенно в спокойном, сбалансированном состоянии. После ковида он приходит, он просто перескочил даже через стадию заболевания. То есть у него намного сложнее происходит. Особенно это касается глоукомы, например. Также коронавирус является толчком для изменения иммунитета и иногда ведет к проявлению некоторых аутоиммунных заболеваний, которые как бы были скрыты, и, может быть, иногда они бы и не проявились, эти заболевания, но они ведут развитие. Примерно через полтора-два месяца после восстановления человеку нужно обратиться к окулисту, чтобы пройти полное обследование с осмотром глазного дна. Чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо вовремя посещать врача-офтальмолога. Итак, что же включает в себя диагностическое обследование? Сегодня узнаем. Здравствуйте, Лариса Сергеевна. Расскажите, что мы сейчас будем проверять. Добрый день, Юля. Нам необходимо будет сделать полное диагностическое обследование. Начнем с определения остроты зрения. Посмотрим параметры глаза. Сделаем рефрактометрию. Обязательно определим внутриглазное давление. Осмотр необходим в условиях узкого зрачка, а также осмотр будет в условиях широкого зрачка под щелевой лампой. Это в условиях микроскопа, что даст нам полную картинку состояния здоровья вашего глаза. И определимся с диагнозом. Определение рефракции, то есть способности оптической системы глаза, преломляет световые лучи. Это исследование проводится с помощью многофункционального автокераторефрактометра и позволяет с предельной точностью установить степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Определение остроты зрения проводится с помощью современных проекционных экранов и электронных фороптеров. С их помощью острота зрения измеряется с максимально возможной точностью. Исследование внутриглазного давления в Иркутском филиале МНТК микрохирургия глаза проводится с помощью автоматического анализатора биомеханических свойств глаза, который позволяет бесконтактным способам, то есть не касаясь поверхности глаза, не просто измерить внутриглазное давление, но и определить, является ли оно толерантным, то есть нормальным для каждого отдельно взятого пациента. Определение параметров глазного яблока, исследование поля зрения, а также скрининговое субъективное электрофизиологическое обследование позволяет определить функциональное состояние сетчатки и зрительного пути. Современные компьютеризированные диагностические приборы, а также грамотный анализ полученных результатов позволяют выявить заболевание на самых ранних стадиях. Поэтому, если после перенесенного вирусного заболевания вы обнаружили ухудшение зрения, не тяните с визитом к врачу-офтальмологу. Ну, видите, Игорь Владимирович, осложнение, конечно, не только глаза, а все органы и системы, да, сосудистые осложнения. Да, конечно, вот еще предстоит и клиницистам, и ученым выяснить последствия ковида. Мы сегодня говорим о постковидном синдроме. Пока это понятие собирательное, потому что действительно все органы и системы у человека могут поражаться после перенесенного заболевания. А почему это происходит? Потому что точкой приложения вируса является не только легкие, не только легочная ткань, но и сосуды, которые находятся во всех органах и системах, в том числе в головном мозге. Да, конечно. Так, мы еще у нас звонок, слушаем, вы в прямом эфире. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно спросить? Алло? Да, да, говорите, говорите, мы вас слышим. Переболели коронавирусом, значит, семья переболела. Можно ставить прививки после выздоровления? Да, Сергей Владимирович, мы об этом говорили, да? Значит, конечно, нужно предварительно посмотреть иммунный статус. То есть, когда было заболевание и какой антительный ответ в настоящее время организм может наблюдаться. То есть, при высоких уровнях индекса позитивности иммуноглобулинов… Давайте так простым языком. Ну, это простейший язык, то есть, то, что определяется иммуноферментным методом, определяется наличие антител. Если они имеются у человека, сохраняются после перенесенного заболевания, то нецелесообразно в данный момент ставить дополнительную прививку, потому что может наблюдаться иммуноаллергическая реакция. Давайте скажем так, где это делать и как это проверить? Это делает большинство как комических, так и государственных лабораторий, владеющих методом иммуноферментного анализа. В любая больница сегодня это можно? Да. То есть, прийти, дать кровь из вены и все вам скажут. Если проще говорить, если есть иммунитет, после болезни вакцинироваться не нужно. А это можно определить анализом любой больницы. В напряженности иммунитета. Вот мы тоже говорили с вами до программы в переговорной комнате о том, что вакцины есть разные. И вот последняя вышла вакцина Чумакова, да, Кови-Вак. Сергей Владимирович, вот что-то какое-то прикидочное. Мы, конечно, не можем какую-то делать рекламу, антирекламу. Но люди могут сейчас выбирать, какой вакциной вакцинироваться или нет? Вот очень коротко, пожалуйста, осветите нам их. В России четыре вида вакцин в настоящее время официально зарегистрированы. Последняя, значит, спутник Лайт однократного применения. Как раз она вот у переболевших может использоваться, когда у них снижается уровень антительного ответа. И она очень хорошо в этом случае поможет поднять защитные силы организма. Все четыре вакцины, они, по крайней мере, вот три вакцины, они на разных совершенно принципах построены. Поэтому есть возможность выбора. И в Иркутскую область поступают вакцины вот трех. Те есть, да? Нет, ну, Лайт еще, скажем так, такой нету массово. А три есть вакцины, поэтому возможность какая-то есть выбора. Но наиболее широкое количество, конечно, поступает спутник, этот гам-ковид вакт, то, что называют спутник. А эта вакцина самая первая, собственно, не только в России, но и в мире была зарегистрирована. Она прекрасно имеет характеристики, которые официально признаны уже и вот по данным журнала Lancet, который является вот наиболее валютным для оценки эффективности вакцин. Там 91% значит эффективность ее, этой вакцины. То есть ни одной тяжелой формы не пропущено. Поэтому эта вакцина наиболее массовая. Она в пятерку входит вообще в вакцин, которые в мире сейчас наиболее известны и наиболее широко применяются. Но самое главное, Игорь Владимирович, мы говорили, это не то, что вакцина позволяет не заболеть. Не только это, а еще, что не будет тяжелой формы, так ли? Конечно, наверное, даже это основное, потому что нужно отметить, что все вакцины, о которых мы говорим, они все эффективные. Но сегодня в мире нет ни одной вакцины, которая была бы 100% эффективной. Все равно есть часть людей, у которых даже после вакцины заболевание может возникнуть. Но самое главное, что при этом заболевание будет протекать легко или субклинически, без клиники, и не будет наблюдаться летальных исходов. Они будут крайне редки. Это основное достижение и значение вакцинации. У нас еще один звонок. Любовь Ивановна, пожалуйста, слушаем вас. Вы знаете, у меня катаракт с глазами, два оперированных, недостаточная сердечная, сахарный диабет, потом гипертония, и с почками, и с сердцем. И второй вопрос. Наталья Михайловна, которая нас лечила с сахарным диабетом, она вернется к нам или нет? Хороший вопрос. Вернется обязательно. Только первое, я не понял, что у вас букет болезней, и что вы хотели спросить? От вакцинации. От вакцинации, да? Ну, пожалуйста, да. Я бы, например, рекомендовала вакцинироваться. Сергей Владимирович. Ну, здесь надо смотреть конкретно в данный момент, какие заболевания сопутствующие могут оказать влияние на вакцинальный процесс. Вот то, что вы перечислили в своей массе, они не являются абсолютным противопоказанием. Конечно, после консультации с терапевтом, который обязательно на каждом пункте вакцинации присутствует, можно и с эндокринологом, естественно, можно сделать уже вывод о том, надо сейчас в данный момент или нет. Наталья Михайловна, чтобы вы только три основания для того, чтобы подказывать вам вакцинацию. Ну, и вот сразу, наверное, коснемся вопроса, который обсуждается и на центральных каналах, иногда я вижу уважаемых людей, профессоров, которые обладают таким свойством ковид-диссидентства. Это мне не совсем понятно, почему. Потому что вот то, о чем мы говорили сегодня в программе, ну, и то, что вот вы клинически наблюдаете, люди привитые и непривитые, это все-таки две большие разницы. И вот это вот диссидентство, как вы относитесь, почему это происходит в нашем обществе? И мало так людей вакцинировано. Ну, я бы это вообще назвал, на самом деле, мракобисием. У нас все-таки 21 век, и есть достаточно большое количество стран, где вакцин не хватает. И там идет вакцинация сейчас потапно, со старшего поколения к более молодому. И все страны, даже стоят в очереди, да? Да, стоят в очереди, действительно. Поэтому сегодня при возможности бесплатной вакцинации, такого высокого уровня обслуживания, отказываться от нее, ну, это элемент, ну, какой-то совершенно медицинской безграмотности. И мне кажется, это люди, ну, совершенно далекие от современных культурных позиций отношения к своему здоровью. Я бы добавил еще, что эпидемиологическая ситуация сейчас складывается так, что мы не имеем альтернативы против вакцинации. Нам нужно создать как можно быстрее тот пороговый уровень, когда вирус перестанет распространяться. Это где-то 70% общества должно иметь иммунитет, не менее, а лучше чуть побольше. И только тогда он перестанет распространяться. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно. Какой процент вакцинированных по Иркутскому, кто владеет информацией? Сейчас где-то Иркутская область достаточно хорошо выглядит сибирскому региону. Это порядка 28, по-моему, было процентов. Да, мы подводим итоги интерактивного вопроса. Победил второй вариант, уже провакцинировался. То есть, видимо, голосуют в основном те люди, которые провакцинировались, а кто нет. Но будем надеяться, что наша программа более, так сказать, убедила в необходимости вакцинации не только пожилых людей, но и молодых. Тем более, что она не уложилась в рамки этой программы. Наверное, мы еще разочек встретимся. Но будем надеяться, хоть, видимо, как Игорь Владимирович сказал, маски с нами надолго. И они нужны, безусловно, об этом мы еще не говорили. Но надеемся, что все-таки вот такая острота этой проблемы со временем пройдет. И мы будем говорить об этом, как уже об историческом факте. Спасибо за беседу. Желаю вам всем в первую очередь здоровья. И также здоровья нашим телезрителям. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»